Вход в некоторые школы Тверской области стал платным. Учебный год едва начался, а у родителей учеников, что называется, уже накипело. Наши корреспонденты промониторили социальные сети, где увидели десятки сообщений о школьных поборах. Насколько это правомерно и как себя вести в данной ситуации родителям, чтобы это потом не отразилось на ребенке, мы выясняли у полномочного по правам ребенка в Тверской области. Об этом прямо сейчас. Сегодня практически в каждой школе при входе установлен турникет. Директора общеобразовательных учреждений выполняют требования по антитеррору, но при этом забывают о правах детей. Доступ в школы для учащихся должен быть беспрепятственным, а главное бесплатным. Если принято решение поставить турникет, детям должны выдавать бесплатные пропуска, то есть за счет школы. Однако зачастую чип ключи для прохода через турникет приходится покупать родителям школьников за свой счет. А каждая потеря ребенком такого ключа выливается в копеечку. Мы учимся во втором интернате, у нас вообще должно все бесплатно быть. Дочка в восьмом классе, собирают на турникеты и пропуска, а мне не будет нагонять директора. Все-таки девятый класс на носу. Я за прошлый год 800 рублей потратила на покупку пропуска, дочка теряла и один раз украли. Пост соцсети Ларисы Масалыгиной на эту тему собрал почти две сотни лайков, десятки репостов и комментариев. Тут же у родителей начали всплывать и другие вопросы, тоже связанные со сборами денег в школах. Почему в школах не соблюдают то, что вы пишете? Почему не наказывают школу за непредоставление пропуска, учебные пособия? Господи, ну наконец-то, аж слеза пошла. Проход средней общеобразовательной школы Тверской области для учеников должен быть беспрепятственным, подчеркнула в эксклюзивном интервью нашей съемочной группе уполномоченный по правам ребенка. Если пропускная система устанавливается, она должна быть установлена либо за счет школы, либо за счет небюджетных средств, но уж никак не за счет родителей. Приобретать что-либо для входа в школу, это вообще противозаконно, потому что проход в школу для детей должен быть беспрепятственным. Независимо от того, какая пропускная система установлена, если она вообще, если ребенок является учеником данной школы, он обязан посетить уроки. Также Лариса Масалыгина обратила внимание на то, что зачастую родители сообщают о четких указаниях от учителей, в каком магазине нужно приобрести даже школьную форму, спортивные костюмы и кроссовки. Школа не имеет права навязывать приобретение определенной формы одежды у определенного производителя или в определенном магазине. Школа устанавливает, как правило, требования, общее требование к внешнему виду учащихся, может выбрать цвет костюма, например, может рекомендовать тот или иной комплект, там брюки, либо юбки, либо сарафаны, но уж никак не указывает, где именно и по какой цене это должно быть приобретено. Но зачастую родители просто-напросто боятся афишировать такие вещи, опасаясь, что это неблагоприятно отразится на детях. Отношения к ним учителей, оценках, тут Лариса Масалыгина категорично сказала, бояться не стоит, надо лишь просто знать свои права и права своего ребенка и обязательно их отстаивать. Закон на вашей стороне. К слову, чаще всего такие ситуации возникают в крупных городах Верхней Волжи, Твери, Ржеве, Конаково и многих других райцентрах. По статистике в сельских школах до такого не доходит. Там процесс обучения обходится без поборов с родителей. Редактор субтитров А.Семкин